С этого года выходить на пенсию россияне будут позже. Женщины в 58 лет, мужчины в 63 года. Изменения вступили в силу с января этого года. Это не единственные новшества. Проиндексированы страховые пенсии неработающих людей почтенного возраста на 7,5%. Повышение коснулось почти 300 тысяч жителей региона. Кроме того, увеличена сумма прожиточного минимума пенсионера. Также с 1 января увеличена и величина прожиточного минимума пенсионера. В Ульяновской области в 2024 году она составляет 11 828 рублей. Если общий доход неработающего пенсионера ниже указанной величины, то ему назначается федеральная социальная доплата до уровня величины прожиточного минимума в регионе. Вместе с тем, с 1 января вступили в силу изменения, благодаря которым сохраняется ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом. Новшество коснется родителей и опекунов, вышедших на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Речь о получателях ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей, чей ребенок не достиг 18-летнего возраста и имеет первую группу инвалидности с детства. Также повышен прожиточный минимум, влияющий на размер детских пособий. Так, с 1 января вырастут ежемесячные пособия с материнского капитала на ребенка до 3 лет и размер единого пособия. С 1 января максимальный размер единого пособия составит 13 496 рублей. Такой же размер и ежемесячных выплат из материнского капитала на ребенка до 3 лет. Изменится и круг лиц, имеющих право на получение материнского капитала. А теперь на него могут претендовать только родители, имеющие российское гражданство на момент появления ребенка. Малыш, в свою очередь, должен являться гражданином Российской Федерации по рождению, с корректированным периодом течения которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала. Если ранее родители могли пройти процедуру в течение первых трех месяцев с рождения ребенка, то в этом году срок увеличен до полугода.